Здравствуйте, уважаемые коллеги! С вами Евгений. После незначительного перерыва мы продолжаем с вами нашу тематику по металлообработке, каткам программам. Сегодня мы продолжим цикл наших уроков по YouTube-канала для изучения металлообработки. Это уже будет четвертая часть. Сегодня я вам покажу три канала, на мой взгляд, которые заслуживают большого уважения и вашего времени, для того, чтобы их посмотреть и изучить. Очень надеюсь, что вы досмотрите это видео до конца и что-то узнаете для себя новое. Давайте непосредственно перейдем к этим каналам. Значит, первый канал, который я вам рекомендую, это Вольный инструментальщик. Канал посвящен пластинам, твердосплавным пластинам. Для режущих инструментов. Пока на канале всего несколько видео. Но каждое видео заслуживает отдельного внимания, потому что автор довольно детально показывает в каждом видео ту информацию, которая вам поможет правильно подбирать пластины, правильно для них считать режимы, дает сравнение по этим пластинам, какую лучше подобрать. Поэтому я считаю, что если вы только начинаете осваиваться в инструменте, в котором используются твердосплавные пластины, то этот канал именно для вас. Также хочу сказать, что у автора есть сообщество ВК и есть Дзен. То есть, автор оставляет возможность с ним для общения. Что очень-очень хорошо. Всего лишь только 340 подписчиков. Поэтому я считаю, что канал должен развиваться и прогрессировать. В принципе, по видео это видно, что видео выходит с хорошей регулярностью. Две недели назад, семь дней назад, день назад. Второй сайт, который интернет-канал я хочу вам показать, это Science School, обучение, трудоустройство и миграция. Давайте сразу, когда вы сюда зайдете, перейдем в раздел «Плейлисты». И нажмем на «Все». И мы видим, что на канале содержится большое количество тем, которые охватываются. В каждой теме довольно много разных видео. И, в принципе, вы на этом канале сможете найти много информации для себя, если вы только начинаете осваивать ЧПУ. Немножко забегая вперед, если вы будете изучать данный канал, очень много используется в этих видео, программа как Science S1Soft. Ссылку я оставлю на нее в описании. Смысл вот этой программы – то, что вы выбираете контроллер, и для каждого контроллера есть своя панель управления. Ну, например, самая популярная – это Fanuc, Siemens. Кто-то очень часто использует HASS. То есть вы, допустим, можете посмотреть перед тем, как устанавливается эта программа, либо с ней начинает знакомиться. Например, вы хотите посмотреть там HASS и вот такую стойку. Щелкайте, и вот отображение этой стойки, которая будет в этой программе. То есть функционал вот этой стойки практически идентичен стойке, на которой установлено на станке. То есть научившись работать здесь, вы, скорее всего, не буду говорить 100%, сможете без проблем перейти на реальный станок. Потому что вот эта программа позволяет ощутить себя за пультом станка, если так можно сказать. Постарайтесь изучить вот этот сайт, посмотрите, вообще интересно ли вам это все. Ну и третий ресурс, который я вам хочу посоветовать – это Sandvik, а именно Metal Cutting Knowledge. Давайте здесь нажмем на русский язык. Здесь поставим метрик. И знание в металлообработке называется. Значит, надо будет сюда перейти. Вот знание и сервис, знание в металлообработке. Потом выбрать ту отрасль, в которой вы хотите углубить свои знания, например, фрезерование. И вот здесь вот с левой стороны будет большое количество тем. В этих темах есть подтемы, которые позволят вам почитать и получить именно практические знания, которые помогут вам в написании, либо в подборе режущего инструмента. То есть, смотрите, да, как у нас интересно получается, что мы можем познакомиться с пластинами, мы можем научиться принципам работы на станке, его программирования, и, зная вот эти вот тонкости, которые, почитав здесь, да, там, которые мы видим, как можно обрабатывать фаску заднюю, фаску в детали. Ну, это как пример был, да, то вот эти знания практически совести воедино. Вот, что я вам хотел сказать. Все ссылки на эти ресурсы будут под этим видео. И я надеюсь, что это видео вы насмотрели до конца. Вы теперь сможете расширить свой арсенал знаний, подписавшись на эти каналы, либо хотя бы просто посмотрев на эти каналы. Я считаю, что они заслуживают полного уважения и вашего внимания. Ну, а на сегодня все. В будущем будут новые видео по сольдворку, мастеркаму и симуляторных фрезерных и токарного станка. Ну, а на сегодня все. Спасибо. Всего хорошего. До новых встреч. Пока.